5-литровый гелик, 463-й кузов, 98-й год. Я вот никогда за таким не сидел, за рулем даже и рядом не стоял. Ой, нравится! Ой, нравится! Как ногу убрать? Как ногу убрать? Так, нахуй! Ну-ка, все! У нас стрелка в Дивниче через 8 минут. Я не подхожу до сих пор, понимаешь? Чувствуешь? Ну, хочется держаться на расстоянии. Гелик это такая тачка, знаешь, вот ты к ней подходишь, но они близко. На всякий случай. Потому что ты либо в него потом сядешь и поедешь, либо тебе пизды кто-нибудь даст. Это все стереотипы. В 2К19 там так не работает, согласись, Артем? Мне сейчас кажется, что в 2019 году гелик это такая тачка, вот когда ты ее продал, ты делаешь вот так вот, думаешь, да, классно, хорошо. А вот когда ты ее купил, ты делаешь вот так, дайте на новые редуктора кто-нибудь, на мосты, блядь. Сколько стоит мост? Мост? Ну, блин, если брать новый, то порядка, наверное, 150. 150 косарей, блядь. А он может просто взять и отъебнуть в какой-то момент? Легко. Прямо, ну, непринужденно, да? У них мосты загибаются с одной стороны, то есть у них есть болячка, если ты заскочил резко на бордюру, может загнуться мост и побежать. Есть такая тема? Так. Начинаем загибать пальцы, блядь. То есть на бордюр, блядь, мы уже заскочить не можем, да? Ну, нет, можем, но не на скорости 60. Ну, 150 тысяч это стоит, я понял тут. Все такое. Да, гелик у нас не новый, гелик 98 года, ему получается 21 год уже. Понимаешь? И он в прекрасном состоянии только потому, что у него балдежный, кайфовый хозяин, собственно говоря, с которым мы вас сейчас и познакомим. Этот человек уже был у нас на канале практически в самом первом видео и помог нам делать какой-то старт, да? Мы там набрали, по-моему, 1015 сходу. И Ваня, заходи к нам. Привет. Спасибо, что нашел время. Здравствуй, рада тебя вновь видеть. Сколько он у тебя лет? Вообще, почему гелик? Ну, наверное, это такая юношеская мечта была. Прокатился на Геленвагене, когда мне было там 18 лет и понял, что да, вот это я хочу именно этот автомобиль. Ну, вот сегодня мы это и попробуем испытать. У меня никогда не было опыта вождения гелика. Я никогда не сидел внутри. Ну, сегодня уже было, я уже там как в аттракционе посидел, бля, радостный, улыбка вот такая. Посмотрим, да? Я следующей машиной хочу 213-ю ешку. И у тебя тоже такая есть, и, блядь, ты мне перестаешь нравиться. То есть, таманит ли меня гелик, вот. В принципе, можно себе позволить, если немного суетнуться, да, там годик. Можно купить гелик. Ну, вот насколько это нужно, непонятно. И вот если я сейчас прокачусь, и это мне понравится, то, пацаны, у нас будет гелик. Точно не тот, потому что Ваня сказал, говорит, я вообще ни за какие деньги его не продам, тем более вам, долбоебам. Не будем, я думаю, откладывать в долгий ящик это все, да? Или будем? Ну, в случае с геликом, наверное... Ну, надо ехать, а то бензин кончится, я понимаю. У нас не так много времени, блядь. Стоит учитывать, что гелик я буду со своей профанской точки зрения сравнивать только с Тахо, с Туарегом, с Маздой БТ-50, вот со всем говном, на котором я поездил, да? То есть, я понимаю, когда Давидович садится, блядь, после какой-нибудь Теслы Хуэста, говорит, ну, понятно это, блядь, то не то, я вообще, я пока в отпуске был, блядь, 40 таких на стене нарисовал, да? Это все такое. Мало кто знает, да, что Давидович за место черточек гелики рисовал, да? Посмотрим, какое впечатление на меня произведет эта машина. Мне самому просто очень интересно, месяц назад мы с тобой разговаривали, братан, о том, что я хочу либо Ешку, либо гелик. Опять про тебя вспомнил. И тут я думаю, надо написать Денису. Знаешь, братан, если бы мне сейчас батя позвонил, сказал бы сына, а ты где? Я бы сказал, батя, я дома, нахуй. И что, он сейчас даже не остановится, блядь? Вань, ты говорил, по-другому все работает. Все здесь мне напоминает показил, блядь, на котором я на севере ездил. Божественно то, что... Ой, блядь. Все, да? Все было. Что происходит там, блядь? А я предупреждал. Ой-ой-ой. Не, братцы. Я вам так скажу. Надо брать. Просто, братан, только 10 секунд прошло. Ты понимаешь, что происходит? Бля, жалко, мама не видится. А как, а как? Надо выбрать, блядь, какую-то позицию, чувствуешь? Задумчивость, типа, я что-то решаю, да, блядь, в голове. Какие-то вопросы, где взять деньги на мосты, блядь. Не, братан, это серьезное дело. А прямо вот я даже могу ехать 40, и мне никто не посигналит? На гелике все четко. Вот. Вот это первая мысль, самая начальная. На гелике всегда все четко. Тут даже на навигаторе машина квадратная. Это я специально. Подбирал. У меня стоят кони амортизаторы, регулируемые. Стоят родные пружины, оригинальные. Поэтому, как бы, все зависит от того, как ты за этой машиной следишь. Я всегда тоже тест-драйвы смотрю, мне говорят, бля, гелик, кондовая машина. Я Прадик пригонял с Новосибирска. Прадик жестче намного, чем гелик. У него вот эта валкость и у Прадика, и у двухсотки. Ну, и у гелика тоже. У гелика даже она поменьше бывает. Вот, единственное, двадцатые колеса. На двадцатых колесах он будет жестче намного. Мне кажется, я научусь сейчас читать по губам людей, которые в машинах едут. Что ты там плетешься, сука, на своем гелике? Вот так они. То есть, грубо говоря, когда его сделали, он в тот момент был интересный и без даты, да? А потом прошло время, когда стали круглые всякие машины делать, а он остался квадратным. И он до сих пор без даты. Он сейчас такой тупой, я пропустил его. Глупый. Да еще я включил поворот. Они вообще, я чувствую рычажок не тронутый, блядь. Все, знаешь, если у тебя был 210-й или даже похуй, если у тебя был там 124-й, тебе здесь все будет знакомо. А рестайлинг был в 2000-е? У нас, получается, в 2001-м году чуть-чуть поменяли там панель, прям чуть-чуть. Вот. Потом в 2000-е, по-моему, то ли в шестом, то ли восьмом году поменяли опять панель, поменяли оптику Хэлла, поставили. Вот. Ну и потом уже дальше пошли уже 63-й, когда вышел. Это был там какой год, по-моему, 12-й или 13-й. Ну, 464-й, это реально лакшери уже, да. Там в мониторах все. Там все посерьезнее, да? Да, ну там и ценник, извините меня. Пододвигаются все так пиздано. То есть, короче, мы ходовые характеристики и все остальное обсуждать не будем. Мы будем обсуждать только статусность данного автомобиля. Нет, я знаю, я до этого, ну и что? Гелик, и что? А все, бля. Это очень короткая история. Очень высоко сидим. Очень высоко сидим. Я вот не зря про ЗИЛ сказал, кто ездил на ЗИЛАФ. Вот Капотина. Было бы чуть покруглее, разница была. А ГАЗ-3307. У него как раз такой Капот. Вот сравнивать, если с 200-кой, да, вообще не сравнивается никак. Это все другое. Ну, во-первых, 200-ку в каком году? В седьмом начали делать? В шестом, наверное. В шестом, да, в конце. А вот этот уже начали делать пиздатым. В каком? В 95-м, наверное, да, в каком-нибудь? Вообще, в 90... 463-й с 90-го года. Да, с 90-го, да? Да, потому что с 91-го года как раз. Прощай, бензинушка! Так, а что мы едем до сотни сколько? Ой, я что-то... Литров шесть? Литров шесть, но... Я сильно не замерял, как бы, это... Ну, да. Машина не для гонок, машина для души, да? Да, на этом автомобиле я, как бы, не сильно, даже не гоняю особо. Я больше 170-ти даже не разгонялся ни разу. Нет, пацаны и 13-процентных девчонок. Совершенно очевидно, что это удивительно мягкий автомобиль. И все эти видосы, на которых вам рассказывают, что это табуретка и что это деревяшка, это все, оказывается, пиздеж. Если сравнивать, там, с автомобилем на пневмоподвеске, там, с тем же Range Rover, вот у меня был Range Rover, этот, автобиография, комплектация, ну, там, извини меня, конечно, там пневмоподвеска, она по-другому отрабатывает. Хочется непосредственно подъехать к ларьку и говорить, тетя Люда, хули ты там говорила про меня, а? Бездарь! И все такое. О! И все. Но надо учитывать тот факт, да, что Иван тачку любит. И не каждый гелик такой гелик. И у нас видос, я в сотый раз говорю, хотя видосов на канале еще 50, о том, что у нас видос про человека. Из последнего ты рассказывал про генератор? Да, да. Что, блядь, он стоит оригинал 70 косарей, а тебе бы в сервисе так и сказали, ты приезжаешь, ну, как, приезжаешь лох на Гелендвагене, так бывает? Не знаю, очень навряд ли, конечно, блядь, но допустим, да, приезжаешь такой, ты не уверенный в себе на гелике, говоришь, у меня, у меня, у меня, что-то, блядь, аккумуляторы садятся, что-то фары перестают гореть, я вот поподтраивать начал что-то. А они говорят, ну, где она 70 стоит? Ему, может, контрактное найдем? Он говорит, ну, 35, ну, понятно. Ну, вон, Ваня, поехал, блядь, к пацанам, говорит, так и так. Что там по генераторам? Говорит, так вот, от Хантера подходит, от того, который с кондером. Пять косарей, новый бошевский генератор, оригинал практически. Да, 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 причем в оригинале он тоже бош. Нет, ну, есть детали, которые только оригинальные, и ничего ты не сделаешь, то есть ничего не подберешь, потому что колхоз, он же тоже должен быть в меру. Братан, звук. Вот, и я только на ютюбе такой слышал и по телевизору вот этот. Ну, с этим звуком на самом деле мы долго работали, чтобы он именно такой был. Ну-ка еще раз. Блядь, мы рельс переехали. Я чувствую ауру, блядь. У меня вот здесь где-то, понимаешь? Да. То есть я прямо конкретно сейчас влюбляюсь в эту машину. За звук 100 баллов из 100. Это очень своеобразно, это очень интересно, это необычно. Я не знаю, с чем его сравнить. И это пиздато. Вот я прямо сейчас чувствую, что это пиздато. Я еще никогда не получал такого количества эмоций за маленький промежуток времени. Ну, был первый секс, это хуйня. Я еще поставил все рулевое полностью оригинальное. Вот. Рулевые наконечники оригинальные. У многих разбитое рулевое. За это, может быть, еще люди говорят. То есть едешь, и он вот так вот весь по дороге болтает. Я, конечно, понимаю, что он безумно, блядь, заваливается в разные стороны. Но это по сравнению с тем, что это пиздато и машина полная хуйня. Вот он, блядь, в балке. Ну, не вали. Че? Ты же за рулем сидишь, правильно? Это что-то урек новый. Но это не самый новый. Да на него вообще похуй, сейчас. Эта машина меня не цепляет лучше. Льется 92-й. Ничего тут, ну, 8, 16 свечей, блядь. Сколько одна свечка стоит, ну, которые ты ставишь сюда? А, ну, смотри, в комплект свечей, я за комплект скажу, я так не помню, но порядка, там, 5-6 тысяч рублей комплект. Ну, у тебя есть берега, ты возишь запчасть, че хуйня, спрашивай, блядь. Даже звучит пиздато, да? Геллендваген. А как это вообще прошифровывается? Охуенная машина, да, скорее всего. Ну, да. Какие, братан, комментарии, думаешь, будут к видосу? Петличка есть, блядь, качество есть, маты есть, машина хорошая, интересная всем есть. Борода у тебя, ебаная. Блядь. Сука! Не учел. Как к яичнике относятся? Ну, ты знаешь, очень редко останавливают. А если останавливают, то обязательно про оружие спрашивай. Вот ты серьезно, каждый раз. Ну, они тоже, видимо, по старой памяти. Да, оружие перевозите? Ну, да, перевожу там. Или там не перевожу. Ну, я всегда говорю, что нету. А не просто? Ну, ладно. А тут, на самом деле, тупиков много в машине. Ну, где спрятать можно. Первый не миф, это то, что задувает в окно прямо, знаешь, псссссссссс. Есть, да, 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 да. Очень шумно это делается. Ну, вообще, тишина и гелик – это разные вещи, да? Ну, я думал, здесь будет шумнее. Нет, до 60 километров в городе вообще хорошо. Да. Вот только мы сейчас выехали, прямо очень громко. У нас, короче, в городе, пацаны, такая интересная ситуация. Не сыпали, не сыпали, а тут посыпали какой-то смесью, которая разъедает снег. И, ну, естественно, забастовка произошла. Все начали писать, а у нас мэр, он активный пользователь Инсты, да. То есть это вообще просто написал, все, вот как Даня сделал. Типа, хуй и плет, что творишь, все. Блядь, блядь, выражение не подбирал. Ты не стеснялся, да. Сергей Васильевич не выдавал. И все, и там прошло несколько дней, и записали видос, говорят, все, перестали сыпать этот Бианорд. То есть он устойчиво, да. Возвращаемся, да, возвращаемся к смеси из песка и маленьких-маленьких камушков. И все такие, да, охуенно, и один я, сука, я же на летней резине до сих пор. Я единственный человек, который, блядь, делает, за Бианорд. Да, но вообще до этого, как зима у нас работала в Сибири? Ты в начале зимы моешь машину, а потом моешь перед летом. И все. А тут, короче, ты помыл тачку, и все, она у тебя в говне уже вечером. Не знаю, я не знаю, я там не химик, ни хрена, как это работает и взаимодействует с металлами. Но говорят, что хуево. А нам же как, русским, нам же говорят, что хуево. Мы такие, да. Сейчас одновременно в тачке тает две вещи. Мое сердечко и пенсно. Слушай, а то, что вот здесь все такое древнее, меня вообще не парит никак, понимаешь? Я вот на все эти штуки, на все эти кнопки даже внимания не обращаю. Единственная стрелка, которая меня волнует, это стрелка топлива. Все. Когда разбирал, ну, то есть моторчик печки менял, разбирал, это настоящее дерево. То есть на дереве сзади выбит год выпуска. Не, это машина для своего пробега, ну, сколько она, 1400, прохреначало? Ну, так нет, почему, 322. А, это типа... Это родной пробег, да, да, да. 322 тысячи. Я просто вижу, что в этой панели, в дверной, там все, прыскалки все, тряпочки. Да, да, ну, и я на самом деле после мойки выезжаю, всегда колесики смажу, там, кондиционерчиком сиденья проведу. Ну, эта тачка, это любовь, да, это вот... Да, да, да. Эта тачка, это любовь. Я на ней не так много езжу, допустим, то есть я по большей части на Ешке езжу, вот. Но, тем не менее... Да, опять ты про это говоришь. Но, тем не менее, в выходной день, там, в пятницу, я, допустим, обычно... Сука, хочешь, чтобы я плакал, блядь. Да, 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 за рулем гелик. Обычно я начинаю с пятницы, по воскресенье на нем ездить. 5 тысяч лайков, и я начинаю копить на гелик. Да? То есть мы сейчас проводим народное голосование, что ли? Да я хуй-то, блядь, я провожу в голове у тебя, понимаешь? Со всеми своими... Со всеми своими, да. Со всеми своими, да. Да, нам нужен гелик, зачем, зачем? Катайся на приорине и бей голову, будь как все. Купи себе гелик, будь мужиком, тебе скоро тридцатка. Мама, мама, есть пятихатка на дошек. Тихо. Зимой для меня это будет вообще больно и критично. Меньше чем 5 литров он нахуй не нужен, правильно? Нет, смысла нет. Он с мотором 3,2 будет расходовать, бензин примерно так же. Ну там литр, может 2, но зато у тебя никакой динамики не будет вообще. Вот в этом, собственно говоря, и вся загвоздка. То есть если покупать, то только 5 литров. Однозначно. Но давай при этом, братан, обратим внимание на тот факт, что 4-х литровый 4,2 Туарег ебашит как напуганное. Эта машина не ебашит. Не, она так не ерит, конечно. Пройдемся по основным аспектам прямо сейчас, да? Да. У нас, по сути дела, не едущих 5 литров. И почти 300 кобыл, а это уже налог. Зачем сейчас нужен тебе старый гелик? Только, блядь, для самореализации? Ну, по сути дела, для выполнения каких-то бытовых, хозяйских нужд, да? Если тебе нужна машина, ты можешь купить все, что угодно, блядь. Причем это все, что угодно за эти деньги будет гораздо свежее. Не факт, что пизжи, но свежее точно. Смотрят ли на него на дороге по-другому? Да. Есть ли какой-то у тебя приоритет? Да. Но не стоит сравнивать с каким-то глубоким временем, да? Что, братан, гелика брать надо. Гелика брать надо. Это все, что я могу тебе сказать. Впервые за долгое время у меня появились конкретные эмоции, да? Я не знаю, как это будет на долгосрочке. Как это будет работать. Но конкретно один день я, блядь, кайфанул вообще. Вышел вечером в воскресенье, сел в гелик, ебанул куда-нибудь, вернулся обратно, поставил его, протер, почистил, помыл, чтобы он блестел и не заржавел. Ну, к хуям за эту неделю, пока ты не подойдешь к нему. И все, и вот тебе счастье. Слушай, братан, она красивая. Красивая, блядь. Красивая вообще, красивая машина. Если ты вот ставишь его в один ряд, мысленно, да? Поставь здесь Prado, здесь поставь 200. Тот же Touareg. Так, любые внедорожники ставим, и что ты выберешь? Чисто визуально, да? Ты будешь идти, идти такой, типа, я сейчас пройдусь тут, ну так, для вида. Гелик. Ну, по крайней мере, в моем случае, в твоем случае, в случае, я думаю, процентов 108, блядь, нашего населения, эта тачка должна быть второй. Мне безумно нравится. Но это наша пацанячья, наша мальчишеская, понимаешь? Ну да. Этого, этого, оно вот здесь, реально, оно где-то в душе этого вот никуда не деть, понимаешь? Нет, это того стоит. Давай мы на этом закончим. Это того стоит. Да. Геленваген. Что там кузов? 463. Да. Блядь. Можно, короче, перебирать долго. И счастливо все автомобили и, в конце концов, прийти вот к этому. Прийти к пятилитровому Гелику, который выебит тебя, высушит, блядь, высосит все деньги. Жена будет ходить по дому, блядь, в рваных тапках, детям ходить в христианскую школу, не в обычную, потому что в той хотя бы, блядь, на шторы сдавать не надо. Можно с бюджетом, да, кататься на ней. Ее ставить куда-то не оригинал, куда-то оригинал, что-то туда, как-то где-то экономить. Мы все прекрасно знаем, все прекрасно это умеем делать. Но если отъебнет что-нибудь серьезное, нужна машинка на подменку. Нужна какая-то вот там двенашечка, знаешь, или вот, допустим, так же, как у Ивана, да, Ешка. Гелендваген в кузове 463, ну, морда уже другая, понятно, да? Тут, блядь, не надо быть специалистом, типа, блядь, геленваговедом, да? А напишет какой-нибудь, как вот чувак про Камри. Во-первых, эти диски, блядь, ставим. Пошел ты нахуй, блядь, со своими дисками, блядь, шиномонтажник, блядь, нашелся. Комплектация R5, я такой, типа, ну и что, блядь? Заходишь, блядь, блядь, в Тойота Камри, и вот тебе нахуй список, где тебе все это расскажут, блядь. У нас тут все по-другому. Мы нихуя не знаем про машину. Мы вообще... Но нам нравится. Но нам, блядь, по кайфу вообще сильно вот. Сильно по кайфу. Гелик это вот... Ну, блядь, как сказать? Когда в толчке лежало два журнала, да, в одном был гелик, в другом помыл Андерсон, блядь. Ты сомневался, что, блядь, да? Сомневался, да, я сомневался. А сейчас не сомневаюсь. Блядь, старушка-то сдала, блядь, а гелик-то в порядке, понимаешь? И у него, блядь, капот теплый. Ну, кстати говоря, я никогда не видел, что там. Позволим? Здесь просто, понимаешь, блядь, капот стоит, нахуй, как твоя камера. 70 капот стоит. Короче, это... Я ездил смотреть квартиру, и вот там стоял внизу капот от гелика. Но он, короче, вот здесь, вот так чуть-чуть подзамят. Что, если с пищу за двадцатку отдадим? Во-первых, от него тепло. А то, что его вот так поебывает, это нормально? Нормально, да. Ну, здесь маленько ездят. Вот так, да. Бывает на них, хорошо. Мы же, типа, все смотрели тест-драйв, да? Который тот самый. Так. Право, где капот гнется. Ага. Так, закрывай его, блядь, отсюда. Ты еблан, что ли, блядь, ну? Типа... Вот. И согнул капот. Что за фары? Почему они так красиво выглядят? Почему такое кольцо? Это нам все расскажет Ваня потом. Ну, она очень красиво смотрит. Мы сейчас на них смотрим. Мы же, блядь, умеем делать теперь. Можем показывать фары и голос Вани вставлять, блядь. У нас же, блядь, серьезная контора, понимаешь? Между прочим. Ты качество съемки сейчас наверняка, блядь, вот если нахуй хоть один пересвет. Все. Если я когда-нибудь скажу, вот здесь кнопка, блядь, включение переднее, блядь, у нас, значит, блокировки. И она будет темная на экране, блядь. Я не знаю, Андрюха, 2500 будет, блядь. Никогда так еще не отрехал ноги тщательно, блядь. Мне нравится, что заскальзываешь туда, знаешь? Так. Ты вот сюда присаживаешься и дальше заскальзываешь. Ну, для меня маленько... Руль не скалат. А он никак? Нет, руль тут не регулируется. Руль никак не регулируется, да. Да, и поэтому, ну... Да, ну ты можешь отрегулировать себя, нахуй за этим, блядь. Я понял. Здесь у нас включается свет, да? Это туманки. Показывается тем... Не об этом. Посадка? Ну вот из него больше хочется вылазить, чем садиться, понимаешь? Ну да. Но так же и, конечно, садиться. Просто, когда ты представляешь, что ты, допустим, приехал на работу, да? Так. Ну вот, в нашем случае. Ага. На корпоратив. Игорь говорит, спасибо, все классно, забираете свою тридцатку, блядь, и такие... До свидания, садитесь в гелик и делаете... Ну все, да-да-да, все. Мужу юбилей приведем, все, звоните. колонки забыли ну и чай как да прикольно как братан но единственно что конечно ну вот это это все уже сторон как мир мне очень нравится мне кажется что это очень красиво мне кажется что это как-то вот клево вот ручка ну ладно но в этой машине быть посадка за водительское сидение должна интересовать меньше всего века юля наташа забегайте раз хлопнул и хозяина ждешь ну туда тут высоко а подножник вот этот он работе на него можно встать просто у меня на машине был фейковый худые автомойщики вставали когда я такой типа ну да сейчас я классно залезу он хрустнул я нихуя это здесь находится открывашка ничего себе вот это неожиданное место расположения да потому что они видимо не хотели портить внешний вид двери ими потому что уже испортили ручкой решили что если еще и кнопки еще сюда бы куда-нибудь поставить ну вот это вот реально эта штука напоминает как как в девятке мне кажется вот или где же такая у нас русской тачки вот по научу меня тоже я сейчас скажу братан это короче toyota корона бочка да это вот очень похоже только там чуть-чуть вот такая по загнуть и маленько до потолок у нас в алькантаре тихо тихо слышишь где-то кончает антон воротников ну в целом не было очень удобно сидеть посадка сзади офигенная и сиденья невероятно мягкие ты его них уже менял или это вот 98 года и да просто сохран сидений видел как выяснить удобно ли здесь шпилиться как предлагаю трешку андрею отдать завтра а ты думаешь дивногорский есть я думаю мы тут на трешку разгуляемся мы в принципе уже едем на магните блять чувствую да или нет поймать ну да а тут и лежа можно и сию жалко мы не золотая молодежь да даже блять не серебряная и не бронзовая нихуя мы такая медная медная молодежь кто блять трахался и поцарапал хуй в девятке да у нас особая комплектация в которой предусмотрен третий ряд сидений никогда не открывал так уверенно пошел полезть геленваген все кузова 40 лет как делают если висит запаска проседают петки запиши где-нибудь да за 8 лет ни разу не регулировали говорить что все это пиздешь все что рассказывают в общем здесь есть место у нас да под третий ряд но ваня его не использовать потому что у него здесь офигенный сап а как часто ну да третий ряд что просто откидываются сидухи также погнали за кем дух потом на а эта дверь закрывается также пятая дверь если вы не знаю у него совсем другого кокселя зильника серьезно ой звук а это еще за счет этой банки да никогда не видел до этого подогрев лобового стекла и вот сейчас на белоснежном снегу видно что такие соты прямо но они как мы маленькие проволочки здесь есть еще и круиз-контроль отдельным рычажком выведен это приятная штука которая скорее всего ты пользуешься крайне редко да ну пользуюсь вообще в мерседесе называется не круиз-контроль запомнить а термомат термомат да матершинное слово это пропустил физику михеев что такой термомат так тупым и останешься как вы пошел вот здесь помимо всех крутых кнопок есть еще и термомат как бы не прискорбно было об этом говорить но пора пересесть назад это был очень короткий опыт вождения гелендвагена и мне очень понравилось здравствуйте меня зовут denis и я подсел на гелик два часа назад добро пожаловать самая полезная информативная часть видео про гелендваген начинается прямо сейчас потому что у ивана он достаточно продолжительное время во владении 8 лет если я не ошибаюсь да уже вань перед образ управления давай расскажи сначала дорога длинная предысторию то как он тебе достался за сколько ты его тогда купил что ты с ним делал на протяжении всего этого времени ну на самом деле прежде чем купить гелендваген я совершила на самую главную свою ошибку в жизни в покупке автомобиля я купил саньон кайрон себе у меня был до новый с автосалона покупал проездил я на нем 6 месяцев и понял что это просто дрышак да 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 ну и все я его нет я причем его продал всего лишь на 5000 дешевле чем купил с автосалона вот повезло мне так подвернулся человек который захотел марчаги ну да но решил почему-то вот заморочиться геликом осуществить свою дальнюю мечту искал я долго его смотрел вариантов много приезжали там я помню на планету приехал посмотреть приезжает гелик я капот открываю там мотор вот так вот прямо весь ходу на уходит масло там бежит досол здесь капает он как-то машина классная все по телефону но это классическая ситуация с такой тачкой где-то сам ебланишь чуть-чуть все ты постревает ну да то есть тебе надо понимать когда ты эту машину покупаешь что теперь надо выбрать ой 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 как это первое а второе что один вылезет но так и у меня получилось я потом приехал этот мне понравился все с человеком договорились как бы я его забыть забрал и через неделю у меня развалились подшипники в мосту то есть начало ну еду прямо колесо там захрустел ну в общем это был первый крупный ремонт нет нет подожди нам интересна сумма за которую ты ее приобрел если это не секрет а машина вообще за 900 тысяч за 900 до но это было получается в одиннадцатом в одиннадцатом году и тогда этой машине было всего-то вообще там да ну да про пробег был когда я ее взял 200 то есть вот так вот да но тем не менее вот значит мы перетряхнули мост передний и после этого он уже у меня 200 ты не 200 получается 120 тысяч прошел в идеальном состоянии вот ну тогда я тоже там порядка на 35000 ставил запчастям сделать все ну слушай чё самое больное было ну а не того что чем 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 он тебя удивил за все время самое больное ну вот это наверно мост был ну и мотор печки то что я вот меня уговорил это просто разбор полностью всего салона а так из крупных каких-то ремонтов ничего такого не было честно слово ни разу расскажи про фишки комплектация что там есть у нас вообще здесь но по комплектации то есть эта машина была для своего года в полной комплектации тут подогрев лобового стекла омыватели фар климат-контроль потом вебаста стоит штатная подогрев и задних сидений передних люк ну то есть грубо говоря для тех лет это было прям упакованная машина так она и для этих блять но так-то дополнить себе по большому счету да нет я тебе просто могу сказать со своей позиции у меня вот лада приора до шестнадцатого года ночью ну и слой там нет нихуя из этого ну да ну а вот так вот из крупных ремонтов я говорю ну единственное что я его конечно разбирал красили мы значит морду полностью от скот ну потому что песко струит это реально так да то есть камнями обивает рамку лобового стекла там бампер и так далее ну и разбирали к подкрашивали то есть а ну еще подвеску вот я тоже делал получается тоже копеечку крупных ремонтов ничего не было но подвеска потом еще мост но потом песко строила эта хуйня в принципе его разобрал целиком собрал заново вот покрасили а потом вот это я просто люблю с машинами ковыряться делать гараж для этого построил ну да стоит понимать что его на свой гараж собственный и он около дома на 100 квадратов гараж 100 квадратов гараж я ты сказал что купил комплект маслосъемных колпачков примерно сколько это стоит ну если брать допустим оригинальные детали да то комплект маслосъемных колпачков 6000 получается цепь оригинальная стоит 20 вот это ну плюс еще прокладки там по полторы тысячи ну вот считай но менять этот все будешь сам ну да вот с парнем саней со своим другом которые механиком работает друзья большие мониторит короче чтобы все то есть ты находишься под присмотром конкретно допустим сколько стоит ступица вот кстати ступица это у меня была проблема со ступицей когда вот как раз мост развалился и но мне просто повезло я ее бушную за пятерку купил поставила на хоть а так а так она что-то там невменяемых там чуть ли не 40 или 45 тысяч рублей да ты точно купил запечу человек может взять трубку блять так не просто мы с данилом когда ехали игре за его геликум отнынеет он говорит ну да будешь только на бензин до ступицы работать я думаю ну странная шутка оказалось что вообще это не шутка не не но на самом деле да но опять же тут есть нюанс чтобы это ступица ходила долго надо обслуживать мозг надо подтягивать постоянно проверять гайки то есть там получается как там кратишь колесо попал если болтается гаечку подтянул все работает дальше если этот момент проебал извините меня ну ты сами получает покупать но он тебе до сих пор радует да вот я говорю что я езжу допустим на ежке неделю до и пятницу субботу воскресенье там на гелике стараюсь ездить честно я скучаю неделю по нему и в пятницу я жду и сажусь в него и поехали чтобы все понимали сейчас звук выхлопа звучит так мы хреначи в горку которая градусов наверно 35 у нас две с половиной тысячи оборотов вообще не напрягаясь едем абсолютно да причем даже когда за него цепляешь прицеп и прицепле прицеп я цеплял большой на два снегохода но особо не чувствует едет и едет то есть я правильно понимаю что здесь объем двигателя не дает супер скорости но дает мощную тяговитость да конечно конечно пусть он рассчитан он рассчитан на ресурс это первое эти моторы ходят миллион ну то есть миллионники реально а я думал миллион денег нет но если мотор новый покупать то два с половиной миллиона я ради эксперимента в экзисте посмотрел сколько мотор стоит а нужные такие моторы 5 литровые это 113 же да да все верно 113 буш на мотор можно найти пределах 100 до 120 тысяч рублей нормально до нормальный да особенно там если это будет с японии допустим потому что эти моторы ставились на ски да если ты возьмешь ски да еще с мозгами он у тебя уже будет не 296 сил а 320 и на него тоже можно прошивку поставить он будет 320 сил потому что он потушенный электроника и они еще есть компрессор на это 55 надо но это g500 это же получается 55 да это же 500 сколько у тебя расход летом если ехать спокойно и если ебануть пару раз и зимой ну 20 наверное всегда в таком режиме но если допустим по трассе едешь я говорю что бывает опускается там 15-16 лет но здесь надо понимать что этот гелик он обслуженный то есть не факт что вы сядете за такой же 5 литровый он не будет хреначить 40 да вообще не факт далеко потому что у них там ну то есть у меня и насос новость стоит и фильтр стоит топливный новый вот сейчас форсунки осталось поменять ближайшее время заморочишься татья сколько стоит сделать насос и фильтр топливный чтобы на расходу контроли ситуацию сумме насоса пуска 6000 стоит и фильтр наверно три с половиной четыре тысячи рублей пиздец я вот вроде седьмой день на приори езжу уже оценок таких оттуда корпус фильтра 360 причем облик свечей и колду насос гелике умирает неожиданно и ты просто можешь грубо говоря прийти в гараж начать заводить автомобиля он и не заведется но есть одна фишка берешь молоток бьешь по защите бьешь по защите там защита и он под защитой стоит бьешь по защите и все заводится это вообще всех бензоназосов много так сколько там я максимально разгонялся ну сто наверно 70 около того а дальше чем а дальше он все отсекает надо да 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 у него тачки стоят у меня просто случай был мне надо было быстро наехать с деревни я вот 200 километров грубо говоря любил прям на всю мой но бензином бензин он прям на глазах уходит да да прям видишь как стрелка шелится да 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 друзья проехал 200 километров и заправил сжег топлива 60 литров зимой в морозы где-то 2830 вот так вот но может и больше да не может конечно я говорю просто ну как ты давишь на ней на нее даха внизу на педальку газа то есть там получила рида и 1 рис . это 20 следом сразу идет 25 потом 28 потом 30 а в полу там просто ну 100 войн вот он нахуй нужен или нужен ну в моем случае нужен во первых потому что ну как бы я просто люблю эту машину тот сел и все ну так же я вот свадьбы катаю да то есть моем случае я не хочу его продавать вот честно слово если менять то только там на новый 464 но опять же там суммы другие кому да ну блин но если хочется почему бы и нет вань по поводу того что ты катаешь людей на свадьбах расскажи мы ссылочку оставим обязательно в описании кто в красноярске ребят обращайтесь к ванен недорого дает автомобиль свой и сам катает расскажи поподробнее но тоже история это началась то есть когда я купил и как-то мысль пришла ну думаю с людьми деньги брать с людьми общаться это раз во вторых там то на то то тот же налог заработать грубо говоря и отсюда начало вырастать то есть у нас но мы за них занимаемся организацией ну грубо говоря прокатом свадеб деловых встреч трансфером и так далее и у нас получается в арсенале вот келенваген потом е-класс 212 кузов глк класс 204 кузов и купили автомобиль такой бюджетный более-менее volkswagen jet у нас есть вот все у нас автомобили в собственности у нас такого нет что мы перекупаем то есть чей-то и он бах и не приехал он такое часто бывает ну как бы готовы организовать ваш праздник на высшем уровне на ребят ссылку оставим в описании видосы ну и что мы имеем по итогу сегодняшнего дня мы имеем конкретного человека имеем конкретную машину с конкретными цифрами с конкретными болячками с конкретными уебанскими ручками которые ты открываешь эти двери больше всего меня пока бесит остальное все терпимо и а вопрос который не задали сколько стоит целиком вот этот рестайлинг морды ну бампер 30000 обошелся под ключ полностью фары двадцатку от harley фары кстати от harley так это полтинник до осталось тебе еще решетка на решетка где-то пятнашку она стоит и зеркала хочу еще поставить короче сотка будет стоить морда решетка и зеркала сотка в этой тачке это нормальная такая цена да цена на все туда сотка сюда как бы нормально это вот я когда в школу ходил знаешь батя оставлял там деньги маленько там сотка туда сотка сюда я вот так а сейчас по-другому все чувствуешь сейчас сотки другие совсем другие владимир владимирович это машина которая до сих пор котируется машина в которой приятно ехать до 60 машина в которую нужно вкидывать бабки в любом случае какая бы она охуительная не было машина которая доставляет вот этому человеку огромное количество удовольствия как по будням так и по выходным и выходных он ждет с нетерпением что целый день ездить на ешке это конечно все равно в душе то я здесь душой в геленвагене это нормально с точки зрения актуальности его сейчас лично для меня да я хочу гелик вот на этом мне кажется можно все и закончить вань спасибо тебе огромное за то что выделил время в этот раз бесплатно не то что с клипа когда вы только начинали свой автобок мы встретились тогда мне понравилась ваша идея прикольно было все круто после этого я подписался на ваш канал ну и честно скажу все видосы смотрел поэтому блин каналу михеев павлов огромная удача снимайте пацаны молодцы круто все друзья на дела вани которыми он занимается вне своей работы а именно свадьбы какие-то встречи с аэропорта кого-то привезти притащить ссылочка на все это будет в описании чисто по-братски оставляем если кому-то нужно а кому-то рано или поздно это понадобится обращайтесь увидимся удачи 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 удачи